Климат, высокий уровень зарплат, большой спрос и почти курортные условия. Этим Кубань привлекает иностранных работников. Среди них большая часть – нелегальные. Губернатор Кубани Александр Ткачев назвал несколько причин массового вторжения нелегалов. У нас самая плодородная земля и, к сожалению, я прихожу на сегодня к такому выводу, самые беззубые органы контроля. Это мы допустили, что гости на нашей земле ведут себя так, как будто они хозяева здесь. И приходят в чужой монастырь со своим уставом и естественным желанием заработать, выжать максимум из кубанской земли. Угроза национальной безопасности вторглась, как стихийное бедствие. Мигранты приезжают поработать на сезон, остаются на полгода, а еще через год перевозят на курорт свои семьи. Если мы сегодня не наведем порядок в этой части, если мы не поставим все в законное русло, не заставим уважать всех и коренных жителей, и приезжающих к нам, российские законы, краевые законы, наш грош на цена. Через 10 лет мы свою губань не узнаем. В Денском районе китайцы выращивали овощи в ускоренных темпах. За 10 дней от семечки до созревшего плода. Чем подкармливали культуры, непонятно. Сами же выращенным овощам китайцы предпочитали наши кубанские. В Северском и Красноармейском районах таких же агроновов из Китая задержали. Антисанитария, хамское отношение к местным жителям, запугивание женщин и детей Александр Ткачев сравнил проблему незаконных мигрантов с бомбой замедленного действия. При этом в некоторых районах помогать краевой власти не спешат. В Приморско-Ахтарском районе работают для отметки. Значительно выросли показатели преступности в горячем ключе. В станице Кущевской мигрантов из Узбекистана устроили на работу военкомат. За такие нарушения и противодействия власти исполнительные власти на местах могут поплатиться работой. Усилить профилактику, увеличить численность сотрудников миграционной службы, усилить контроль дежурным группам ДПС и участковым, ввести дополнительные полномочия казакам. Так можно защитить Кубань от интервентов, считает губернатор Кубани. Да, кубанское казачество – это сила. На них можно опираться. Это то, что нас может оберегать. Наши семьи, наши детей и так далее. Это то, что волнует сегодня подавляющие большинство жителей края. Но давая такие возможности, я, конечно, безусловно, не допущу без предела. Закон превыше всего, коллеги. И кто нарушит его, то ли это казак, то ли это полицейские, то ли это представители органов власти, никому не будет пощады. Рискует здоровьем, работой, репутацией и еще одна категория незаконников. Производители и торговцы нелегальными спиртными и алкогольными напитками. Губернатор Кубани Александр Ткачев поблагодарил мэра Анапы Сергея Сергеева за четкую организацию работы в обоих проблемных сегодня направлениях.